Сейчас этот дом пустует, но еще недавно здесь жили так называемые ополченцы. Жители Славянска такому соседству были не рады и как могли противостояли террористам. Мне не страшно было. Я даже под забором на коленях лазила и слушала, о чем они говорят. И потом мы звонили, куда надо. Мы их не спрашивали, ополченцы они или нет, но два чеченца это точно, потому что приходили к нам за водой. Мы воды не дали, они к соседу пошли. Другие жители с боевиками тоже старались не контактировать. Еле сдерживая слезы, пенсионер рассказывает, как ждал украинских солдат. Надо было раньше, как их называют, там некоторые ополченцы или, или, или. Ну в общем, это подонки. Они купили местных, а те, вы знаете сами, как тараканы пролезли через границу и начали тут творить то, что Путин отрицает. Последние дни пребывания террористов в городе и их уход люди вспоминают с содроганием. Тогда боевики начали стрелять по мирным жителям. Ну, стояла вот здесь вот на пустыре эта Нона и хаотично стреляла по поселку. А потом начали сворачивать на наших. Ну, в смысле, на украинскую. Они заехали со всех сторон. Здесь такой грохот стоял. И мы поняли, и эти начали быстренько собираться. И кто-то им кричит, быстро в машину, собирайтесь быстро в машину. Жители Славянска уже свободно передвигаются по городу. Пока шли бои, рассказывают очевидцы, сидели в подвалах. Сейчас всем миром приводят в порядок улицы и ходят на источник за водой, пока им еще не включили водоснабжение. Но ужасы войны здесь закончились не для всех. Наталья своего мужа, Игоря Бродарского, не видела больше месяца. Его и еще нескольких мужчин террористы похитили прямо из церкви после богослужения на Троицу. Сколько дней назад была найдена машина, наша машина моего мужа. Она была взорвана. Там недалеко была найдена рубашка моего мужа. Я целая, только грязная. И я ее опознала. Женщина рассказывает, и ее муж, и другие похищенные открыто не поддерживали ни террористов, ни украинскую армию. Держались нейтрально. Подозревают, что таким образом им отомстили бывшие сослуживцы одной из фирм, которые стали на сторону так называемого народного ополчения. Реально мы были заложниками этой ситуации в городе. И как-то против этих вооруженных людей что-то, ну, как-то вести себя, это было настолько опасно. И как жена, конечно, интуитивно, я не чувствую, что мой муж не живой. Нет у меня такого внутри. У меня такие хорошие сны снятся, что мы увидимся, встречаемся. И я надеюсь. Надеются и остальные жители Славянска на мирное небо и близких людей рядом. Мария Жикова, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».